Органоиды клеток Органоиды клетки делятся на две большие группы — мембранные и немембранные органоиды. Большинство клеточных структур принадлежит к мембранным органоидам, у которых содержимое отделено от цитоплазмы биологическими мембранами. К ним относятся эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы и пластиды. Энемембранными органоидами, которые образованы без участия мембран, являются рибосомы и клеточный центр. Обратите внимание, что все эти органоиды встречаются у эукариот. У более примитивных прокариот из всего этого списка присутствует лишь рибосомы. До них мы еще доберемся. А пока разберем первую группу и поговорим о мембранных органоидах. Итак, первая мембранная органоиды, которую мы рассмотрим, — эндоплазматическая сеть. Эндо значит внутренняя, плазматическая, следовательно, находящаяся внутри цитоплазмы. Почему сеть? Эта органелла представляет собой сложную систему в виде трубочек, мешочков, плоских цистерн разных размеров. Они объединены в единую замкнутую полость и отграничены от содержимого цитоплазма биологической мембраны, образующей многочисленные складки и изгибы. Из плоских цистерн в клетках растений образуются в эуколе. Эндоплазматическая сеть разделяет цитоплазму на отдельные отсеки, в которых могут происходить различные химические процессы, не мешая друг другу. Различают шероховатую и гладкую эндоплазматическую сеть. Шероховатость вызвана многочисленными рибосомами, усеивающими поверхность мембран там, где происходит синтез белков в клетке. Гладкая эндоплазматическая сеть не только синтезирует и накапливает в своих цистернах различные вещества, но и участвует в их внутриклеточной транспортировке. Если продолжать аналогию с человеческим телом, эндоплазматическая сеть — это кровеносная система клетки. Комплекс Гольджи состоит из цистерн, трубчатых структур, вакуолей и транспортных пузырьков. В клетке может быть один аппарат или комплекс Гольджи, или несколько. Его основная функция — накопление и, если можно так выразиться, упаковка химических соединений, синтезируемых в клетке. Комплекс Гольджи взаимодействует с эндоплазматической сетью, получая от нее новообразованные белки и другие выделяемые клетки вещества. В структурах комплекса Гольджи эти вещества накапливаются, сортируются и могут долгое время храниться в цитоплазме как запас, пока не будут востребованы. Метахондрии. В переводе с греческого «митос» значит «нить», «хондрион» — соответственно, зернышко. Впервые метахондрии были обнаружены в виде гранул в мышечной ткани в 1850 году. Это небольшой органоид овальной формы. Стенка метахондрии образована двумя мембранами — наружной и внутренней. Внутренняя мембрана образует много складок, называемых кристами. Метахондрии имеют собственную ДНК и способны к делению. Эти органоиды участвуют в процессах клеточного кислородного дыхания и преобразуют энергию, которая при этом освобождается в форме, доступной для использования другими структурами клетки. Поэтому метахондрии часто называют энергетическими станциями клетки. В разных клетках количество метахондрии разное. Обычно оно варьируется от нескольких сотен до двух тысяч органоидов. Как правило, в клетках, у которых потребность в кислороде значительная, метахондрии больше. Например, в клетках мышечной ткани. Мы изучили, как устроены такие органоиды клетки, как эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, метахондрия и лизосомы. На следующем занятии мы продолжим изучать мембранные органоиды клетки и отдельно поговорим о немембранных. А также узнаем, чем животные клетки отличаются от растительных. До встречи! Продолжение следует...